На вчерашний вечер у нас было уже больше 320. Это говорит о том интересе к профессии журналиста, которая есть в Кировской области. Это говорит о том, что мы тянемся к знаниям. Это значит, что у вятской журналистики есть будущее. И это будущее счастливое. Я должен сказать, что даже боюсь назвать, сколько лет меня связывают с журналистикой, с журналистами, потому что я сразу покажусь нашим молодым коллегам очень старым. На самом деле по жизни, где вы не можете работать, биография не будет, напоминать свое. Значит, здесь работа со СМИ не крестовы, а вообще в сфере деятельности. Конечно, все мы хотим, чтобы информация о Городной войне была максимально объективной. Мы понимаем одновременно, что это пожелание. Понимаете? Нас научили жить в сказке. Мы все мечтаем о том, что когда-то будет хорошо. И при этом, как Иванушка, который еще приезжает на печь, еще ничего не делает. Понимаете? Не бывает такого. Но призывать, стремиться, пытаться сделать надо. Однажды в моей встрече с молодыми журналистами, я попытался попросить их, чтобы, давайте, будьте объективны, попытайтесь отбегать свои знания, возможности поступки как-то с максимальной объективностью. Не торопитесь критиковать дневнику положения коллектива предприятия. На что мне сказали, Николай Павлович, а что вы считаете, мы не должны иметь собственное мнение? Я на что? А я вам ответил. Почему? У меня внучке было, я тогда 5 лет. Она тоже имеет собственное мнение, но она не внучки. И совсем другое мнение, публичное, через следствие массовой информации. Что написано, Киров, то не выгляжешь, как по-другому. Друзья, я очень рад, живу лишь только раз. На Аляской земле мне всегда приятно бывать, потому что есть такая-то восточная атмосфера, то, чего нет, в кубиках города. Вообще говоря, вот о Кировской области, о Аляской земле, я вот думал, вот если сделать такой рейтинг, где хорошо ли будет видно, да, Кировская область? Чем она? Чем она знаменитая? Чак она попадает на страницу федерального, для тех федеральных каналов. Ну да, личность губернатора. Это губернатор, не такой же другие, поэтому он главный информационный повод вообще не будет. И мне кажется, что есть некие вязкие феномены. У вас есть идея, у вас есть проект, у вас есть энергия, это как-то все развивается, независимо от того, независимо от экономики, может быть, да. Принадится один из разговоров с неким корреспондентом. Вопрос был такой, что вы делаете с утра? Он говорит, ну, с утра мы пишем, естественно. А что вы делаете днем? Он говорит, ну, днем мы тоже пишем. А вечером? Ну, и вечером мы пишем. А как раз вы думаете? Я спросил я его. Мне кажется, как раз вот этот фестиваль, я понимаю, что вы тоже пишете и утром, и днем, и вечером, и снимаете. И как раз этот фестиваль дает такую счастливую возможность подумать, да. Подумать, обменяться мнениями, может быть, обменяться взглядами, что не менее важно, чем обмен мнениями. Один раз я пытался пристроить дочку своего знакомого, газета «Коммерсант». Позвонил Андрею Васильеву, когда он еще был шеф-редактором. И чтобы как-то хорошо отрекомендовать эту девушку, я сказал, что она очень хорошо пишет. На что он мне в ответ сказал, что она мне нужны люди, которые хорошо пишут. Здесь есть над тем подумать. Я вас приглашаю на свой мастер-класс, который будет посвящен, ну, тему звучит так высокопарно. Я ее постараюсь немножко снизить. Называется она «Репутационные проблемы журналистики». Приходите, поговорим, пообщаемся. Спасибо за внимание.